Россиянин Иван Коваль еще зимой переехал в Германию, а весной перевез сюда свой автомобиль. Он сразу зарегистрировал его на таможне, чтобы получить немецкие права, а также успешно прошел техинспекцию. Но спустя всего 10 дней, 1 июня, его прямо возле дома остановила таможенная полиция. Я сижу в машине, подходит, зачем они говорят, что с точки зрения таможенного документа все нормально. Мы пытаться не можем, но мы можем же нарисовывать. Я сначала не понял, где хочу. Мне говорят, что вот в сентябре 2022 года запрещено уезжать на машинах, санкционерами против ЕС. В ответ на запрос ДВ таможенные органы пояснили, что речь идет о санкциях ЕС против России, введенных еще в 2014 году. В 2022-м они были расширены, и в список того, что запрещено экспортировать из России в Евросоюз, попали и легковые автомобили. Под конвоем полиции Иван доехал до здания таможни. Ехать было недалеко, он живет всего в 200 метрах. Больше Иван свою машину не видел. Они вот, собственно, прочитали в лоб закон и такие, все, арестовываем. А теперь нам нанимать адвокатов и доказывать, что мы не верблюды, как говорится. Иван оказался в такой ситуации не один. Дойчевеле известно о как минимум 10 таких случаях. Некоторые пострадавшие ехали транзитом через Германию. Кого-то остановили на границе, кого-то прямо на автобане. Причем все задержания произошли на севере страны. Например, Сергей Подовойский возвращался из путешествия по Европе с семьей. Их машину остановили на трассе по пути в Данию. Адвокаты, с которыми пообщалась ДВ, считают, что причиной ареста имущества стала неверная интерпретация законодательства. Ведь в европейском документе сказано, что в ЕС из России запрещено ввозить товары, которые приносят значительный доход России, тем самым дестабилизируя ситуацию в Украине. Разве личные автомобили Ивана и Сергея подпадают под это? Любые нормы, любых законов, и в том числе санкции, я считаю, должны применяться в соответствии с их целью. Если в данном случае этот человек купил машину задолго до войны, до введения этого запрета, и даже пускай въехал после введения этого запрета на ней в Германию, то возникает вопрос, для кого он создал какие-то существенные доходы. Цель этих санкций довольно конкретная – это ослабить российскую экономику, чтобы Кремль не мог продолжать дальше вести войну. На мой взгляд, очевидно, что такая практика применения, она вряд ли сможет достигнуть вот эти цели. Теоретически, за нарушение санкционного режима Ивану и другим может грозить до пяти лет лишения свободы. Но молодой человек уверен, что ему удастся доказать свою правоту и вернуть машину. Он нанял адвоката и готовит обращение в прокуратуру. А произошедшее никак не повлияло на его желание остаться в Германии. Это не русофобия, это просто некомпетентность. Именно таможенная полиция Гамбурга, то есть северной Германии и не более. Я этот случай не приуменьшил мою любовь к Германии, и мне не хочется отсюда уехать. Но так спокойно к произошедшему относятся далеко не все. Сергей, например, говорит, что теперь в Германию не ногой. Разбирательство в деле Ивана и других пострадавших может затянуться. Между тем, посольство России в Германии порекомендовало россиянам пока воздержаться от въезда в страну на автомобилях с российскими номерами. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok